Дорогие друзья, здравствуйте! Мы вот после довольно длительного перерыва вновь выходим в эфир с нашей, так сказать, циклом нашей передач наших сильнее власти. Я хочу сказать, что эта передача, она получила очень широкий отклик, но и, на мой взгляд, появилась необходимость в комментариях повторно о том, что почему именно сильнее власть. Это название возникло из названия книги нашего земляка Санжи Балакова. Эта книга так и называется, но и главный посыл, который мы взяли из этой книги, что ханы наены умирают, а обычаи и традиции народа остаются, они сильнее власти. Но я хотел бы продолжить мысль Санжи Балакова, что мы укладываем в этот цикл того, что мы пытаемся и того, что мы хотим сказать вам о том, что мы хотим приглашать и видеть в студии у нас людей, которые так или иначе оказались сильнее не только власти просто, в том смысле исполнителя, а в том смысле, что эти люди оказались сильнее власти обстоятельств, власти денег, каких-то жизненных сложных ситуаций, проявляя твердость и уверенность в своих силах. И это непременно приводило к положительным результатам, которые бы вдохновляли сегодня людей. Я думаю, что молодежь и вообще мы сегодня очень нуждаемся в этом, в тех людях, которые бы как бы так или иначе нас способствовали тому, чтобы мы не ломались и двигались дальше. И гостем сегодняшней нашей студии у нас я хотел бы представить нашего земляка. Может быть, многие знают его, может быть, многие не знают, но я хотел бы представить, я буду без отчества Олег Бартунов. Я, может быть, Олег, несколько слов скажу о том, что... о тебе. Хорошо. Да. Но я хотел бы сказать, что это наш земляк, он закончил школу в Элисте в 82-м году. Как это? Десятую школу в 76-м году. 76-го, извини. В 82-м году ты закончил МГУ. МГУ, да. Да, и поступил в МГУ на астрономическое отделение ФИСФАКа. Да. Да. И вот на протяжении всей своей жизни я понимаю, что этот выбор был не случайный, и ты его подтверждал так или иначе. И сегодня мы можем говорить о том, что Олег состоялся как человек, как учёный. И более того, что я хочу сказать, я тоже сам по образованию физикам, но есть много друзей, которые вот в тот период, когда сложный, когда была перестройка, многие ушли из науки. Олег этого не сделал, он остался верен от науки и этой идеи. Он создал, Олег, ты являешься создателем, по-моему, портала Астронет, да, также основателем Рамблера. Ну, мы делали как раз первую версию Рамблера. Да, и сегодня ты являешься генеральным директором одной из этих компаний, ведущих в России, Postgres. Полный профессионал, да. Да. И она сегодня очень активно развивается. И, ну, я сегодня, мы можем всем посмотреть в интернете, последний ваш контракт, который вы заключаете с Ростелекомом, он, по-моему, около 250 миллионов рублей. Я думаю, что сегодня бюджет вашей компании, может быть, наверное, сопоставим с бюджетом всей листы. Не знаю. Около где-то миллиарда составляет бюджет и листы. И, ну, вот, вкратце, очень много, очень большой перечень. Я думаю, сейчас хочу предоставить слово Олегу, чтобы он рассказал, как так получилось, что вот эта твоя увлеченность и твоя преданность науке, в результате вот как-то перерастал то, что это стало твоим бизнесом, и ты создал то, что... Ну, в детстве меня папа любил отправлять в деревню, чтобы я не забывал, что я калмык свои корни. А так как он сам был из Лагани, то меня туда отправляли. И в то время мне казалось это не то, что унизительным, а как бы ссылкой. Потому что я как бы городской, а меня отправляют в деревню. Но по протяжении вот всех лет, вот сколько уже меня, 61 год, я понимаю, что это были самые яркие впечатления на самом деле. Самые яркие впечатления. И именно вот такая, как бы, в кавычках, ссылка в Лагань, она меня вдохновила на профессию астронома. Потому что одно время мне пришлось пасти овец. Вот прям точка. Пасешь овец, приезжает трактор, передвигает деревянную... Домик маленький. И ты пасешь овец. И ночью видишь небо. А небо в степи у нас, там где нет вообще никакой засветки, оно колоссальное. То есть, мы видим небо полностью, всю половинку неба. И прекрасные звезды и так далее. И вот этот момент у меня и зародилось ощущение, что ничем другим я не хочу заниматься. Кроме астрономии. Кроме астрономии. Вот меня вот это прям внутри поразило, это меня. И я вернувшись, просто пошел в библиотеку, стал смотреть, что же есть в республиканской библиотеке по астрономии, по телескопам. Нашел книжку, как сделать телескоп. Это в каком возрасте произошло решение? После восьмого класса. Уже твердое решение было через свою жизнь с астрономией. Я в этом смысле, я вот уже много людей встретил, и есть многие люди, которые до сих пор не могут понять, зачем они, какая профессия и зачем они вообще живут. То есть, я понимаю, что мне дико повезло, что я уже в восьмом классе, я уже просто видел, что я буду астрономом. И я стал развиваться физика, математика. Я помню, ты как-то, мне кажется, год назад рассказал мне такую совершенно потрясающую историю, что ты сломал витрины магазина, тебя задержали сотрудники. Да, это надо было. В те годы же вылезти, а вообще нельзя было ничего достать. Ну, телескоп имеется в виду. Телескоп, надо было толстое зеркало, стекло, как минимум и так далее. Это всё ерунда. Самое это, мы сделали подкоп в аэропорт. В аэропорту мы сделали подкоп, залезли в ангар кукурузника. И что было целью? Целью иллюминатор взять. Чтобы сделать телескоп. Мы думали, что это там толстое зеркало, а выяснилось, что иллюминатор на самом деле просто, ну, это было такое разочарование. Но вот мы это сделали. То есть, это показывает то, насколько мы хотели этого добиться. Со мной было четыре человека. Нас было четверо астрономов. Ну, таких увлекаетесь. Один из них был Басан Безбетов. Который был представителем Хурала, по-моему, народного. Мы были одноклассники. Со мной был Валера Амнинов. В общем, мы все были увлечены этим делом. Я хочу задать тебе вопрос, а что тебя держало и что все-таки давало тебе уверенность не уйти от этого, от науки и увлечения астрономии? Потому что мы все помним прекрасно сложные девяносто первые годы, когда просто как прошлось пережить это все? Расскажи, пожалуйста. Были страшные годы, потому что у меня уже было трое детей, а зарплата была такая маленькая, ну, нищенская. И все как бы разваливалось, и все это надо было. Но уверенность у меня, мне помогало сохранять уверенность в том, что вот принято решение в 8 классе, летом после 8 класса, это решение, оно как бы отпечаталось. И ты уже решил не отходить? Нет, мне просто повезло. Мне показалось, что я вижу вот этот, ну, как бы, путь. То есть, я вот видел этот путь всю жизнь. То есть, я мог бы чуть-чуть влево-вправо иногда колебаться, ну, как в жизни не бывает простой, да. Но я помнил, для чего я вообще приехал в Москву. Ну, я бы остался в Листе, мне вполне себе было комфортно здесь, да. Но я поехал в Москву, потому что я хотел заниматься астрономией. И спрашивается, если я сейчас брошу, то зачем я вообще здесь? Да, у меня дети, да, у меня дети, но у меня было много, ну, как бы, я созрел, да, научно. Да, у меня было много идей, мне хотелось что-то делать, там. Я уже понял, что я могу сделать что-то новое, внести что-то в науку. А как это переросло в основу создания вот базы данных? Как, где этот стык произошел? Ну, я говорю, что вот моему поколению очень много повезло. В том смысле, что мы испытали вот эту перестройку, мы растили как раз детей перестройки, да. С одной стороны, было тяжело. С другой стороны, мы росли в то время, когда происходило изменение, ну, как бы, нескольких поколений появлялось. Появлялся интернет, цифровые технологии. И наше поколение, мы с одной стороны помнили все старое, грубо говоря, советское, то есть, хорошее. Наши старые учителя, да, там, академики нам читали лекции. То есть, ту основу, которую нам дали. Основу, да, да. А с другой стороны, мы еще были, мы были открыты для новых технологий. И именно наше поколение делало вот этот первый интернет, 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 вот я делал, например, сам интернет в университете, в МГУ, в своем институте. Мы занимались своими руками, мы все это делали сами. То есть, мы не читали даже книги. Мы проходили. То есть, для вас это была вообще новая сфера? Все новое, да. Нам, скажешь, это увлекло. А я с самого начала, вот, когда еще в середине 80-х, я уже понимал, что астрономия – это наука о данных. То есть, просто наука о данных. Что данных становится все больше и больше, и вручную что-то делать невозможно. Если мы хотим быть готовыми для большого количества данных, нам нужно привлекать компьютеры. Ну, я хочу сказать, что, Олег, в принципе, сейчас все об этом говорят, о том, что я хочу сказать, что ваша компания, она не обладает там какой-то нефтескважиной или какой-то газовым месторождением. Но, тем не менее, у вас очень серьезная капитализация, вы очень динамично развиваетесь. И просто-напросто, вот, и твоя жизнь, и, как бы, твоя работа является подтверждением того, что сегодня самый главный ресурс в развитии вообще – это человеческий ресурс. Это знание, это интеллект. И, насколько я вот знаю, вы занимаетесь разработкой искусственного интеллекта, и это тоже одна из сфер вашей деятельности. Ну, да, мы, как бы, действительно, основной капитал – это наши люди, наши люди. И я лично много сил трачу на то, чтобы собрать людей в нашей компании, дать им возможность раскрыться, внести вклад в продукт, который используется, ну, в большом количестве приложений. То есть, грубо говоря, я хожу, и я горжусь, что, например, в Сбербанке используется наша база таля. Ну, я вот когда готовился о перебитии, я хотел бы сказать зрителям, что, когда я смотрел, как бы, ваше портфолио о том, что ваши контрагенты, с кем вы сотрудничаете – это Газпром, это Сбербанк, это Россельхозбанк. Вот сегодня вы, по-моему, подписываете большой контракт с Ростелекомом, с Росатомом. У нас ещё Министерство финансов, Казачейство России. То есть, мы уже, да, мы вышли на этот уровень, когда уже люди поверили в нас, большие компании поверили в нас. И я сейчас тоже опять перебью тебя. Я вспомнил, что, по-моему, ты два года или три года назад выступал у нас перед нашими студентами в КГУ. Да. Тогда этого ничего не было. Нет, но я поразился тому, что ты, твой подход о том, что ты сказал, ты, вот этот термин, который он тогда стал звучать в связи с санкциями о том, что импортозамещение. И у тебя тогда прозвучало, не надо говорить об импортозамещении, будем говорить о технологической независимости. Я считаю, что вот твой подход или ваш подход, так скажем, он самодостаточный. То есть, это надо, технологическую независимость должна получить Россия и ваша компания вот как раз демонстрирует это. Мы являемся кирпичиком как раз. То есть, действительно, импортозамещение это неправильно, оно имеет отрицательную коннотацию и вообще не о том. А надо говорить о технологической независимости или еще лучше о технологической состоятельности. То есть, если страна, которая говорит, что она хочет быть державой, она считает себя державой, она должна просто обладать технологиями, не просто обладать человеческим ресурсом, который может развивать эти технологии. Тогда с нами будут говорить на равных, дружеские и так далее. То есть, я за мир во всем мире, мир с жвачкой и так далее, но известно, что в политике не бывает дружбы. Дружба может быть, дружба в кавычках, она может быть только между равными. Если ты слабее, ну, так тому и начнут манипулировать. Пример Китая просто показывает, насколько легко можно нагнуть гигантские компании. Вот я хотел бы, Олег, у тебя все-таки, я хотел бы задать, насколько на протяжении вот этих шести прожитых твоих лет ты ощущал себя калмыком? Как ты двигался? Или это осознавание всегда было в тебе или как-то проявлялось? Ну, мне не повезло. Да, я начал ощущать себя калмыком после пятидесяти. То есть, ну, в силу того, что я уехал заниматься в Москву, заниматься астрономией и жил в этом мире. То есть, все мои друзья, мое ближайшее окружение, весь наш университетский городок, ну, говорю, кампус наш, да? Там не было понятия такого национального. Мы занимались наукой. Наука, там, у нас космос, звезды взрываются. Наука всегда была интернациональная, как раз она всегда демонстрировала отсутствие. Конечно, звезды взрываются, да? То есть, я себя скорее считал именно вот как бы космополитом. Космополитом гражданином Земли. А почему это чувство возникло, ты говоришь, в 50 лет? Что это было? Это неожиданно или необходимость какая-то? Нет, это было, конечно, неожиданно. Наверное, потому что я начал взрослеть. Может быть, слишком поздно начал взрослеть. Но во мне стали просыпаться вот такие, как бы, понимания, что я тот, кто я есть. Кто я родился, да? Калмыком. И я этого не осознавал. Но после того, как я начал посещать Непал, вот, собственно, в Калмыкии, вот, Калмыкию, я вернулся через Непал, через мое увлечение горами. То есть, я ездил в Непал, общался, видел там культуру тибетскую, буддистскую. Я понимал, что она мне близка. Ну, просто понимал, что у нас бабушка была, у нас был бурхун, да? И все это было, как бы, я помнил. Ну, это в виде традиции, обычаи. Это я помнил. И поэтому мне все это было близко в Непале. Вот я почему задаю тебе этот вопрос? Потому что сейчас этот, вот, бытует такое мнение, что, может быть, и сегодня нам надо, может быть, смириться. Какая разница? Вот ты же до 50 лет себя чувствовал комфортно. Ты двигался, ты создавал, ты занимался наукой. А это какой-то анахронизм о том, что мы Калмыкии, и там давайте будем частью большого человечества. И зачем нам цепляться за вот эту вот маленькую там свою калмыцкость и так далее? Ты же смог же существовать 50 лет без этого? А зачем тебе это нужно сейчас? Какие обоснования к этому? Значит, я могу сказать так, что вы можете быть молодым, сильным, крепким, здоровым, и чувствовать себя комфортно, как говорится, гражданином земли. Но придет время, когда вы поймете, что для дальнейшего раскрытия себя, как личности, нужно понять свои корни. То есть в какой-то момент, ну, ты достигнешь чего-то, ты чего-то начинаешь упираться. Дальше что? Дальше что? И будет лучше начать, короче говоря, раньше, чем позже. Вот я начал поздно. Я начал поздно, да, и как бы жалею о том, что ко мне это не прошло раньше. Я бы мог бы много чего успеть сделать, там, больше. Оно придет. Вот, если мы хотим сделать жизнь лучше, то не надо, там, далеко бежать-то. Вот здесь есть, как бы, место, где ты живешь, да, твоя родина. Надо пытаться сделать жизнь здесь лучше. И я стал приезжать сюда, вот, общаться с людьми, которым не чужда вот эта проблема, вот, проблемы с нашей родиной. И пытаться понять, где я могу прислониться, кому могу помочь. Я до сих пор, кстати, в этом поиске, да, как мне лучше мои знания, мои навыки, мои возможности применить так, чтобы они принесли максимальный эффект. Вот, я считаю, что я знаю, я-то знаю, что я могу сделать. То есть, так как мы занимаемся информационными технологиями, частными базами данных, я знаю, что калмыки, умные ребята, да, то я хочу здесь сделать, как бы, филиал компании или компанию, которая бы занималась этим. Это перспективный рынок, это то, что даст республике, ну, в частности, поможет республике не терять молодых ребят. Ведь у нас же ребята молодые уезжают в Москву, в Санкт-Петербург, оттуда за рубеж. Почему? Во-первых, они уезжают, потому что они не знают, как на самом деле. То есть, им кажется, что они здесь живут, в грязи, в глуши, в муторакане, да, где они не имеют права голоса или там ничего не могут сделать. А вот там, там все хорошо. Там движуха, там движуха. Это как в наше время, вот я помню, в Советском Союзе мы думали, что у нас очереди, а за рубежом очереди нет. И когда я первый раз попал, увидел такие же очереди, я подумал, господи, это один из мифов у меня обрушился. Так вот, товарищи молодые, вот, разруха в голове, в твоей личной голове, да, от нее не убежишь. Приехав в Москву или в Санкт-Петербург, ты не станешь, не изменишься кем-то другим. Оно все в тебе. Ты будешь только хуже. Ты будешь снимать квартиру, ездить там час или два часа на работу, скажем так, на тебя будут смотреть, ну, или справедливо будут смотреть, на пришелец, приезжий. Ты все равно будешь приезжим. Тебе все равно скажут, что, знаете, вот, я родился, и моя бабка родилась в Москве и так далее, у меня тут все и так далее. И ты будешь чувствовать, что какой-то, ну, ты будешь чувствовать себя не так. Здесь в Листике никто это не скажет. Ты калмык там, да, ты приехал и так далее. Здесь все такие. Я скажу, более того, вот, моей дочке, моим дочкам, вот, 4-7 лет, они на честном, полном слое, они считают Листу самым красивым городом. Калмыков самыми чудесными, добрыми людьми. Вот, без всяких. Вот, они, дети, они говорят правду. Я говорю, как так? Я же вижу, вот, бутылки валяются, грязь там какая-то. А они этого не видят. Они считают, что это самый красивый город. Абсолютно гармонично я здесь чувствую. Да, да, очень гармонично, да. Тем более, когда мы стали ходить в Хурул, вот, дети мои ходят в Хурул со мной. Жалко, что он сейчас закрыт. Мы ходим... То есть, они ощущают частью себя вот этой культуры. Абсолютно, да. Вот они, говорю, мы пришли в Хурул, они стали там играться и наткнулись на Йонтен. И вот, дядя Йонтен теперь их друг, просто друг. Я хочу сказать зрителям, что это Йонтен Гелюнг, это администратор нашего центрального Хурула. И вот сложились у Олега очень тёплые отношения. Да, да, вот дети, они, то есть, вот это буддистские, как бы, окружения, у них в голове, естественно. Я хотел бы, Олег, ещё спросить, ты уже посмотрел нашу передачу, насколько я говорил, о том, что первую передачу не власти. И там я говорю о пяти факторах, что вот эта калмыцкость, о которой мы сейчас говорим, что она, прежде всего, это, прежде всего, на мой взгляд, всё-таки мировоззрение. И вот формирование вот этого мировоззрения, вот оно, на мой взгляд, тогда я, как бы, сказал о пяти факторах. Что это культура, язык, буддизм, то есть, наша вера. То есть, генетически ты должен быть калмыкием и территория нынешней Калмыкии. И на твой взгляд, вот, что ещё можно было бы добавить к этим пяти факторам? Ну, мы же говорили, что получается, что я под это вообще не подхожу. Да, вот так. И многие мои знакомы не подходят. Но при этом я себя считаю калмыком, да? Вот, для меня, вот, например, вот я сейчас, как пытаюсь это доказать самому себе и реализовать себя как калмык. То есть, я, во-первых, воспитываю детей. Чтобы они, они знают, кто такой Будда. Они знают основные принципы буддизма, да? Они, я каждое утро варю калмыцкий чай. Они пьют с удовольствием калмыцкий чай. Они знают калмыцкую еду, которая им нравится. Мы пытаемся ограничивать. Вот, береги, борцыки и так далее. Слишком много, да? Но они, вот, варятся в этом. То есть, ты стараешься создать вот эту культурную среду? Конечно, да. Которая, вот, как раз мы говорим о традиции, которая... У меня дома висят тханки из Непала. Там тары, да? Там жизнь Будды. То есть, они это каждый день видят. Вот, во-вторых, в нашей жизни, в традиции, ну, в нашей обычной жизни мы... Я стараюсь, вот, например, не сорить, да? Ну, то есть, не убивать. Вот, муху. Муха залетела, мы её ловим и отпускаем. Это очень легко. Сейчас на обычной обыдке нормальный человек взял и убил. А оказывается, просто легко поймать и выпустить. И у тебя блаженство в груди. И дети это видят. И мы всегда об этом говорим. Не рвать цветы. Я хочу сказать, что это как раз часть нашей культуры. Не производить убийство просто так. Причём это просто. Никаких сложностей не... Но то, что ты получаешь в ответ, что ты сделал это дело, да? Это... Я хочу сказать тогда, как раз, о продолжении нашего разговора, если я продолжу оформить эту мысль в отношении того, что... И отчасти я хочу признаться, что вот эта мысль, которая у меня возникла в отношении ещё шестого фактора, она навеяна и твоими постами в Фейсбуке, когда ты очень часто там выставляешь фотографии со своими дочерьми. Очень милыми, очень добрыми и действительно по-настоящему настоящими калмычками. И вот шестой, на мой взгляд, фактор, который должен, я думаю, и он как раз будет устанавливать связь поколений, что, я думаю, человек, который хочет себя называть, или ощущать себя калмыкам, это тот человек, у которого дети и внуки калмыки. Я думаю, если этот фактор держать в уме, как, допустим, делаешь это ты, то тогда как раз и возникает ответственность не только перед собой, и перед будущими поколениями, что человек, у которого калмык, это тот, у кого дети и внуки калмыки. И вот таким образом... Да, у меня дочки, они, вот, по крайней мере, до сих пор, они уверены, что они выйдут замуж за калмыка. И я как бы был бы рад, по-первых, если так было бы. Я хочу сказать... Да, как диктук найти, вот, калмыков, значит, это тоже вам вопрос. Но, если, я думаю, если будет создаваться такая атмосфера, я хочу сказать, что то, что мы калмыки, это вот мы познакомились, или вы знакомы с Эльзой Баир Мучиновой, да, что она часто говорит о том, что это каждодневный выбор. Я хочу сказать, это, наверное, ежеминутный выбор сегодня. Так что, я хочу подчеркнуть, что мы находимся вот абсолютно в инокультурной среде, иноцивилизационной. И мы постоянно находимся, вот, мы, ну, мы должны быть сильнее, сильнее вот этого окружения, которое нас, инокультурного. У нас должен быть какой-то внутренний иммунитет. И если мы это не осознаем, вот, важность, на мой взгляд, вот этих факторов. Хотя, посмотрев эту передачу, мои друзья сказали, слушай, я, исходя из твоих пяти факторов, я не калмык. Я же, я же не говорю о том, что, я говорю о том, что это нужно развивать, на мой взгляд, не то, что сопоставлять. Ну, раз я не знаю калмык, значит, я не калмык. Нет. Я думаю, если ты не знаешь калмыцкий язык, ты должен приложить усилия к тому, чтобы как-то, по крайней мере, ну, свой словарный запас увеличить. Ну, это тоже тема большая, потому что мы можем, насколько угодно, говорить про новое поколение, которое не знает языка и так далее. Вообще, тема не новая. Я недавно посмотрел, знаете, эти таблички ассирийские, да, там, древних, там, в Месопотамии. Так там, так же пишут, поколение говорит, что вот новое поколение, такие плохие, ленивые и так далее. То есть, это тема такая, что мы ругаем, она тысячелетиями. То есть, каждое поколение говорит о том, что молодое поколение никакое. Но, тем не менее, это молодое поколение сделало вот эти телефоны, там, ну, всю цивилизацию. То есть, на самом деле, мы просто должны, вот, мы более взрослое поколение, более, те, кто еще помнят, как бы, связующее звено между старым и новым. Потому что мы помним старое, и мы при этом пользуемся айфонами и телефонами, мы это, и цифровыми технологиями. Вот наша ответственность создать условия для нового поколения, именно в той форме, в которой новое поколение лучше всего воспринимает. Вот такие, те условия создать, да, например, книги, там, видео и так далее, чтобы они имели возможность изучить, например, язык. Вот я уже несколько лет здесь бегаю, да, несколько лет бегаю, я вчера потратил кучу времени, пошел по всем магазинам книжным, довольно много магазинов книжных, ни одного разговорника, ни одного разговорника нет. Обычный разговорник, вот как я говорил, я встал утром и говорю детям, доброе утро. Нет, я нашел разговорник, вы приехали в отель там, вы заказываете, не нужны эти нам разговорники, нам нужен разговорник обычный, чтобы вот 40 тысяч калмыц, которые в Москве живут, по статистике, или больше, они могли своим детям просто вот так, доброе утро. Как там? Сянхлут. Да. Раз, дети ответили, да, там, чай калмыцкий приготовили, напоили, помыли, почистить зубы, соберитесь. Вот обычные, простые такие вещи. Я говорю, что давайте сделаем такое. Ну, как раз вот мы, может быть, нас как раз услышать ученые, а необходимость... Ученые, нет, ученые, это другой мир. Ученые должны писать статьи там, обосновывать. А это просто обычный разговорный язык. Вот я сейчас свою невестку, жену моего брата, уговариваю, давай просто, Наня, Киченеровская, давай просто напишем, я на свои деньги сдам, говорю, вот этот разговорник для простого калмыка. А ученые, они пусть разговаривают о каких-то там, ну, других вещах. Я хотел еще, ты, как вчера рассказал историю, тоже такую, мне кажется, поучить, но в отношении своей мамы о том, что она на самом деле не знала калмыцкий язык. Конечно, она не знала. Сибирь подкосила, ее сослали в Сибирь маленькой девочкой. Сколько ей было тогда? Ну, сколько, 4, 5, 6 лет. Ну, какие-то, ну, сейчас 37-й. Ну, 6-7 лет было. И она там в Красноярском крае с бабушкой, а потом в Новосибирске, вот она ходила в школу, это же русская школа. Тогда калмыцкая все вот как бы, ну, не то, что под срахом, но по нему помните все эти времена. То есть, когда она... Люди хотели русифицироваться, наоборот, чтобы как бы быть своими в среде. И она не знала калмыцкий. Она приехала сюда после ссылки, поступила в институт и учила калмыцкий. Как иностранный. Учила и стала редактором книжного калмыцкого книжного издательства. Со всеми писателями, у нас целая полка книг этих писателей, да, там, с автографами. Она с ними работала. Вот это пример, да, как она... Я прям очень завидую, я все время спрашиваю, какие-то слова услышу. Вот стоит мне неделю здесь пожить, у меня в голове вылезают слова. Я прям слышу. Просто вылезают. Ну, моя глубокая уверенность, что этот язык, он на генном уровне там существует, он там закодирован, он проснется все равно, если прилагать усилия. Я хочу сказать, тебя можно поздравить с присвоением звания доктора Красноярского университета. Расскажи, пожалуйста, об этом. Но эта история началась несколько лет назад, лет шесть еще в компании не было. Меня давно приглашали выступать на конференциях в Сибири, но у меня как-то, ну, времени не было, и как-то мне казалось, что мне там делать. А потом вдруг я понял, что калмыки были сосланы в Сибирь, в разные города. И я понял, что я должен посетить, вот когда я стал себя ощущать ближе, я понял, что я должен посетить те места, куда ссылали моих родственников, где они жили. Это Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Томск, Омск, там кто еще. Ну, там шесть-семь городов, но говорят, еще там много было. И первый город я поехал в Сибирск наступать. Для меня это было, вот, я всем говорил, что я приехал сюда, потому что, в частности, сюда ссылали к калмыках. И я хочу посмотреть эти места, вот этот памятник посмотреть, отдать уважение, вспомнить в этих местах. Ну, нужно почувствовать, потому что я же не был сын, я родился на свободе, один из первых поколений, но хотел побывать, прикоснуться. Я стал выступать в этих местах, в Барнауле мы даже серьезнее сделали, сделали филиал компании в Барнауле. А в Красноярск я стал ездить, потому что мою маму с бабушкой сослали вот... То есть, это у тебя твердое решение было именно туда? В частности, да, в частности туда, да. Одна из причин, которые... Мы там организовывали конференции, я там выступал, ну, жизнь тяжелая, занята, но я находил всегда время туда поехать, и только из-за этого, фактически. Ну, по делам, конечно, но первоначальная мысль была именно эта. И я, конечно, мне очень приятно. И было сказать маме, сказать маме, что вот мой вклад оценили в университете, там, да, и я стал почетный доктор, и я фактически сделал это ради мамы. То есть, представляете, что это такое, да, там, то есть, сын человека, да, который был сослан, который там, который называли людоедом, там, как она рассказывала, там, вшивая голова была, и так далее. А я стал там, для меня вот это было знаменательное. Вот, и я, конечно, буду в Красноярск ездить, буду продолжать, так сказать, с этим городом дружить. И я хотел бы вот вспомнить нашу первую передачу опять, и я обратился к зрителям о том, чтобы задавали вопросы, чтобы возникла обратная связь. И в основном были либо как-то хвалебные там, ну, отзывы, либо критические, вопросов не было, но в одном из отзывов, комментариев было написано так, ну, что вы там рассуждаете о высоких материях, там, о культуре, о духовности, когда людям просто элементарно сегодня нечего есть, они вынуждены там ходить на 2-3 работы, работать на 2-3 работах. И, то есть, вот таким образом, каких-то вы там рассуждаете о каких-то высоких материях, вы там экономику сначала развеете, а потом уже всё остальное. Вот, что бы ты ответил этому человеку? Ну, если только думать всегда только о куске хлеба, ты останешься на этом же уровне. То есть, ты будешь всю жизнь думать о куске хлеба. То есть, вообще говоря, нужно думать далеко. Кусок хлеба – это вот нынешняя текущая ситуация. Но если ты не видишь свет в конце туннеля, грубо говоря, куда ты идёшь, ты туда и не попадёшь. То есть, вот я для себя это вот понял, потому что я тоже не всегда вот был генеральным директором компании и так далее, да, там. Я тоже жил в проголоде, у меня, более того, у меня голова кружилась от голода. Я приходил домой, у меня кружилась голова от голода. У меня были маленькие дети, и я доедал за ними творожки из детского питания. Вот я помню, мне это помогало. Сейчас, я думаю, надеюсь, ни у кого голова от голода не кружится, да, так сказать. То есть, совсем другие времена, на другом уровне. То есть, можно просто, имеешь возможность в нынешнее время всё-таки посвятить себя чему-то более далёкому, чем просто кусок хлеба. Ну, был такой период, когда у тебя были проблемы сильные со здоровьем. Конечно, да. У меня была язва, язва желудка, она возикла исключительно вот из-за этого, потому что я действительно... Сложное финансовое положение. Да как сложное финансовое положение? Просто деньги. Учёные в России, да, это было... И сейчас до сих пор, это не деньги, это просто как некое пособие, чтобы купить там проездной, там заплатить коммунальные услуги и так далее. Нет. То есть, самое вот... Я понял, что у меня есть тоже друзья, которые всегда найдут экскьюзы. Я не знаю, по-русски сказать. Оправдание, да. Оправдание тому, что он ничего не делает. Вот я сижу дома, а потому что здесь вот... И ничего не делаю, потому что здесь что не делаю, а всё равно будет плохо. Но если ты ничего не сделаешь, ты не увидишь. Ну, это называется психология жертвы. Вот где эти школы, где эти университеты. Я считаю, что для калмыков это неправильно. Мы же были завоевателями, мы же не сидели ровно. Это не присуще. Да. Поэтому, если мы будем что-то каждый хоть чуть-чуть сделает... Ну, грубо говоря, прежде чем выкинуть бутылку пива на дорогу, да, ты уже, когда покупаешь это пиво, уже думаешь, зачем я это пиво покупаю. То есть, если купил, выпил, хорошо, неси его до мусорной. Нет мусорной корзины. Ну, донеси до дому. Напиши в администрацию, почему нет мусорных корзин в городе. Люди кидают, где хотят. То есть, всегда можно, когда вот есть такая спорная ситуация, яйцо, курица, да, там, в общем, всегда можно найти какую-то сторону, что сначала ты мне сделай так, и тогда я буду так. Это неправильно. Нужно иметь свою точку зрения. Нужно самому просто пробовать. Ну, я понимаю, что просто надо взять ответственность на себя. Взять ответственность, да, вот с этим. Да. Взять ответственность на себя. Потому что многие сейчас сетуют о том, что мы вернёмся к этой проблеме, от того, что мы утрачиваем язык, и говорят сегодня, начинает винить школу, какие-то государственные институты. Себя начинать. Да. Себя. Себя. Пробовать искать, да. Я хочу сказать, что часто бывает так, что человек боится взять на себя ответственность, потому что он считает себя, как бы, не способным, недостойным. Скажет, ну, что мне заниматься развитием колдунского языка? Есть люди гораздо умнее меня. Вот есть Геннадий Корнеев, там, есть вот Анатолий, да, там. Вот эти люди, они пусть развивают. А на самом деле, понимаете, оказывается, он, человек, прекрасно знает колдунский язык разговорный. Он может просто помочь этому делу, например, вот такой разговорник составить. Для этого вообще не надо быть Геннадием Корнеевым, да. Для этого надо быть просто человеком, который знает колдунский в своей ежедневной жизни, будничной. Структурировать, систематизировать. А уже эти вот эти ученые люди, они помогут это все издать, как-то оформить и так далее. То есть, вот наши айтишники, которых там, ну, довольно много в Калмыкии. Я читаю их чат, не принимаю активную участие, просто читаю их чат. Для того, чтобы, потому что это как температура общества. Я вижу, о чем они обсуждают. Они обсуждают что угодно, но только не вот проблемы сохранения языка и так далее. Вот, я считаю, что у нас в обществе, у нас пока тяжелое положение, потому что, например, общественной силой, которая имела бы уважение, безоговорочное уважение, еще не возникло. То есть, скажем, Хурул уже стал силой. Но еще наши ламы, наши ламы не могут прийти, например, в магазин и сказать, не продавай вот это, не надо. Прийти вот эти пункты быстрого финансирования кредитного, которые грабят народ. И сказать, ты Калмык, займись другими, не надо. Ты же понимаешь, что ты, мы все понимаем, что вот эти пункты, они грабят людей. Особенно стариков, которые не понимают ничего, которые хотят перехватить, как бы, а потом в долговую яму сажаются. Вот если, когда мы дозреем до этого, когда лама будет, придет на заседание Хурул-Хурала, да, и скажет, то, что вы обсуждаете, оно не идет, оно никак не согласуется с нашим мировоззрением. И люди не скажут, да иди ты со своим мировоззрением, нам нужно тут, не знаю, кредит выбить очередной, чтобы что-то сделать, Ледовый дворец или что там еще. А он придет и скажет, ребята, у нас есть более важные дела. Вот когда это будет, тогда можно будет, как бы, ну, то есть мы ради этого должны работать. Чтобы появилось вот это безоговорочное уважение. Чтобы человек не думал. Знаете, есть такое понятие, когда человек не должен думать. Вот я расскажу пример из своей жизни. Я вот рассказал своим детям, они очень любят, чтобы я повторял это, поучительные истории, они любят. Когда в 16 лет я поступил в университет и стал учиться, я был нищий. Мне мама дала 40 рублей, чтобы я купил себе на зиму одежду. А я их истратил на то, чтобы купить пластинку группой Genesis. 40 рублей. Понимаете, были винилопласты. Я был без денег. И вдруг я в нашем парке университетском нахожу кошелек с большим количеством денег. Кошелек с большим количеством денег. Я его взял и я весь день болел. Потому, что я понимал, что этот кошелек наверняка сотрудник нашего института потерял. Потому, что они друг чужие не ходят. То есть, у тебя выбор возник? У меня выбор был. У меня живот болел. Я ходил с него и думал, это же такие деньги. Я же столько пластинок могу купить. Или еще что-то. У меня все. И я всякие экскьюзы придумывал себе. Да, может быть, это чужой человек случайно зашел. Да все равно не найдут. Вот я кому-то отдам, а они все равно. И я в какой-то момент понял, что если я буду дальше рассуждать, я с ума сойду. Я умру. Я пришел в институт и на вахту положил кошелек с деньгами. Сказал, я их нашел около телескопа. Все. У меня внутри благость такая. Все прошло. Я пошел счастливый. Я понял, для меня она всю жизнь осталась. То есть, и есть вещи, которые нельзя обсуждать. Потому, что всегда найдешь оправдание. Всегда, человек так субзан, всегда найдешь оправдание. Ну, в данной ситуации ты и был сильнее денег, власти денег. Я просто отказался. Знаешь, что дальше было? Человек, который вот... Это была его зарплата, его премия, там еще так далее. Он меня потом нашел, радостный, говорит. Знаешь, меня бы жена вообще удела. Ну, там с друзьями как бы отпраздновали, ну и потерялся. Он мне дал 10 рублей, что тоже было для меня большие деньги. И мы расстались с большими друзьями. До сих пор я с ним здороваюсь, понимаете? Мы вместе работаем теперь. Он же был сотрудником, а я был студентом. Мы теперь вместе работаем, как бы видимся. И я когда вижу, он улыбается, я улыбаюсь. Я понимаю, что мы вспомним эту историю. И я понял, вот это был очень урок. Есть вещи, на которые нельзя размышлять. И они закладываются родителями, обществом. Я очень рад, что мой папа, моя мама заложили это в меня. Когда я откинул все рассуждения, я выбрал правильный путь. Да, на какой-то момент я лишился денег. Но морально я выиграл. И это дало мне, ну как бы... В жизни потом было очень много таких соблазнов. Мы же делали перестройку. Все мои друзья делали бизнес. Мы же все Московские университеты. Это все люди, которые попали в хорошие места, в вершины. Я знаю всех. Меня приглашали заниматься бизнесом. Таким, всяким. Иди, Олег, давай. Умные люди везде нужны. Друзья нужны. Надежные люди нужны. Вы же знаете, да? Самое трудное найти надежного человека. Сегодня это очень... Это на работу. Вот молодые люди. Если вы попали кому-то на работу, да? Работайте. Просто проявите себя надежным человеком. На которого можно положиться. Вы получите что? Получите карьеру. Потому, что такого человека найти очень тяжело. Которому можно поручиться. Поручить что угодно. Положиться на него и все. Вот я был надежным человеком. Свой парень, да? Но я понимал, что есть вещи, которые я не должен касаться. Вот бизнеса. Помните, 90-е годы какой это был бизнес? Да? Ну, связанный, скажем так. Не совсем. То есть, не буддистский точно выбор. Я сказал, что я занимаюсь наукой. Ребята, я занимаюсь наукой. Да, я пытаюсь семью прокормить. Я с вами дружу. Но работать с вами, извините, я не хочу. Жизнь показала, что я выжил. И сейчас я, может быть, поздно дошел до бизнеса. Ну, я думаю, что, не знаю, из разговоров вчерашнего, сегодняшнего, я привыкну, что человек, который предан своему делу до конца и профессионал, он в любом случае достигает результата. И я понимаю, что это соотносится с словами его святейства Даламы. Если человек думает о благе многих, то его собственное счастье, его благо приходит как побочный результат. Да, конечно. Я скажу, что я, как типичный калмык, мне деньги не нужны. Скажем так, я зарабатываю деньги, но эти деньги, они не нужны. Я их не унесу никуда, ничего не унесу. Я ищу, куда их лучше применить. Чтобы мои родственники жили хорошо, моя мама жила, мои дети потом росли хорошо. Вот деньги у калмыка, они нужны только для этого. По хурулу помочь. Или помочь выпустить книжку какую-нибудь. А самому мне, я сплю на полу вообще. То есть, дома у себя, в хорошей квартире, я сплю на полу. Не могу спать на диване, ну никак. Ей-богу, во мне какая-то кровь какая-то такая. Лег на пол, даже не укрываясь, заснул и все. Дети спят тоже на полу. Почему именно горы? Горы, потому что... Это твое увлечение. Не-не-не, горы, ну, горы как степь. Вот. Просто в степи... Чем отличается степь, скажем, от Москвы или даже или стыд? Те, что ты вышел и далеко смотришь. Далеко. Глазу нужно далеко смотреть. Когда ты далеко смотришь, у тебя в голове свобода. Свобода. Сидеть в степи, смотреть в степи, сидеть там, гулять и думать о каких-то мелочах стыдно. Когда ты попадаешь... Почему люди идут к тополю? Потому что там такие балки, такой простор, да? И волей-неволей... Перспектива появляется. Перспектива. Ты уже не думаешь о том, что вот тебе надо там... У тебя потек смеситель, да? Ну, что-то такое. Тебе надо... Глупо. Поэтому степь, она дает человеку простор и свободу. Горы то же самое. Залез наверх и смотришь сверху. Особенно, когда ты выше облако. Когда облака ниже тебя. Какой самый высокий пик ты покорил? На какой высоте? Ну, я не... Понимаете, у меня была, конечно, идея залезть на Эверест и так далее. Но, во-первых, это дорого. Ну, просто зачем кучу денег, 50 тысяч долларов тратить на это, во-первых. Во-вторых, я занялся этим поздно. И рисковать своим здоровьем, у меня маленькие дети, это тоже фактор. Но я выше 6 тысяч, конечно, я заходил. Я прошел все Гималайи. То есть, прошлой зимой я завершил большой Гималайский трек. То есть, я прошел от Каньчжанги до Дальнего Запада Непала. До точки, которая является... Там три страны смыкаются. Индия, Непал и Тибет. Ну, Китай. Я был первый из России, вообще единственный из России, кто вообще там был. И третий в мире. Вот этой точке был. И, между прочим, я, кстати, был там с флагом Калмыкии. Замечательно. Я специально попросил, говорю, привезите мне флаг Калмыкии, потому что я езжу во многих местах. Я буду вот показывать. Лотос наш, желтый. И я прямо вот такая, ну, наш, как бы, из камней пирамидка, да, на этом месте. И вот там прямо начинался Тибет. Вот здесь Тибет, вот здесь Непал, вот здесь Китай, Индия. И калмыцкий флаг. И я взял вот прямо вот эту пирамидку и сфотографировался, вот прямо с этой, сзади меня был Тибет. Вот, то есть, у меня была мечта. У меня была мечта побывать в Тибете, посмотреть на Тибет. Я ни разу за много лет еще туда не побывал, там не побывал. Знаешь, почему? Почему? Потому что, на-первых, я не хотел быть в Тибете, как скованный вот этими китайскими рамками, да. Туда ходи, сюда не ходи. Я хотел быть свободным в Тибете, раз. Второе, у меня почему-то внутри было, ну, то есть, у меня было видение. В одном из сне мне Далай-Лама сказал, что, я спросил его, у меня почему-то возникла такая, у меня появилась возможность задать вопрос Далай-Ламе во сне. И я помню, там много людей передо мной идет. Наверное, это возникло из-за того, как мне мама рассказывала, когда он приезжал сюда, и мама тоже, там, очередь была такая. И у меня тоже сассоциировалось внутри, что я тоже стою в этой очереди. И я имею возможность задать вопрос. И он у меня был. Но когда я дошел, я понял, что этот вопрос, ну, как бы, мелкий. Ну, нельзя задавать такой вопрос человеку. И я просто спросил, спросил его, могу я туда прийти? Он сказал, он тебя ждет. И это было про Тибет. И вот после этого я понял, что отношение к Тибету у меня более сложное, чем просто приехать туристом. То есть, мне нужно как-то созреть для этого. У меня хороший друг, мой лучший друг в Непале, это тибетец. Пема, Премдарджи Лама. Это мой лучший друг. Я с ним знаю, он больше 11 лет. Мы с ним обошли весь Непал. Он там миллион раз был в Тибете. Он тибетец. Он мне давал первые лекции по буддизму. Вот где-нибудь в горах мы садились, пили чай. И он мне рассказывал про буддизм, про Цанхапу. Все это он рассказывал. И он первым вот такие обычаи мне, например, там... Он мне показывал какие-то. Значит, меня что поразило в тибетцах? Тем, что я человек с высшим образованием. Ну, можно сказать, мега образование. ТОП. Московский университет и так далее. Читал всякие книги философские и так далее. Я разговариваю с обычным и образованным тибетцем. Или там в деревне где-то в Непале. И я чувствую, что он мудрее меня. Он говорит такие вещи, которые я потом интерпретирую очень долго. А для него это просто врожденное. Его никто не учел. Мы им просто в обществе, в культуре. Вот это не хватает нашему народу. Вот я хочу сказать, как раз вот и поэтому вот эта ситуация возникает, что в связи с утратой языка, я уже это говорил о том, что то, что мы не знаем язык, это очень большая проблема, потому что есть огромная база данных. Как раз для тебя понятие близкое. Есть огромная база данных. Вот опыт жизненный прошлых поколений калмыков. Он-то сохранен на языке калмыцком. И мы не имеем возможности законнектиться с этой базой данных, не зная язык. А как только мы узнаем язык вновь для себя, родной для нас язык, то мы будем иметь возможность подключиться и скачать эту базу данных. Вот эта мудрость вековая, она в языке как раз существует. Вот я ощущаю вот эту проблему, что я не знаю калмыцкий язык, но когда я слушаю калмыцкую речь, я понимаю, что я бы тоже хотел бы так говорить. Вот, например, мы же все знаем, какой красивый французский язык. Вот они говорят, я готов слушать их. То же самое калмыцкий язык. Гена Корнеева говорит хороший язык. Хороший голос. Я думаю, почему я так не могу сказать? Я начинаю подозревать, что я вообще чего-то не знаю. Мог бы большего. Потому что язык, конечно, он много влияет. И мне обидно, я считаю, я чувствую себя бедным. Мне не хочется, чтобы молодые люди дожили бы до моих лет и тоже чувствовали себя бедным. У вас есть возможность сейчас. Лучше сейчас. Не в 50 лет. Не в 61, когда осознаю. Я это просто сам чувствую. Конечно, я хотел бы говорить на калмыцком. Я пытаюсь. Мне нравится его звучание. Мне нравится. Я понимаю, почему он такой отрывистый. Почему он такой... Потому что мы на лошадях под ветром. Мы можем только так говорить. Когда ты это говоришь, ты выпрямляешься. Потому что это голос победителя. Язык победителя. Ну, я хочу сказать, повторить слова нашего ученого тоже. Кстати, я хочу сказать, что он буквально недавно, вот в конце прошлого года, я считаю, что это тоже очень знаменательное событие для нас, калмыков. Китинов Батручаевич, он защитил звание доктора исторических наук в Российской Академии Наук. И это на самом деле событие в научной жизни калмыкии. И вот буквально его убеждение, я с ним абсолютно согласен, что он говорит о том, что санскрит – это язык будд. Санскрит. Тибетский – это язык бодхисат. А что касается монгольского, калмыцкого языка, это язык кхармопал, защитников кхармы. Те, которые иногда бывают очень гневными и так далее. Вопрос гнева для калмыков очень важен. Если нас научат свой гнев превращать в позитив, то мы, конечно, можем говорить. Я хочу сказать, в буддизме есть эти все инструменты. Я специально книжку купил, значит, «Работа с гневом», потому что я на своей жизни испытал, что гнев – очень разрушительная вещь. Она, конечно, помогает выжить в каких-то ситуациях очень экстремальных. Но вот в мирной жизни лучше бы его… Трансформировать. И в этом смысле я думаю, что как раз наш хурул, наша вера, она должна очень помочь калмыкам, потому что все-таки мы живем в другое время. Ну, я хочу сказать, что это огромная ведется работа. И гнев – это наша электростанция, источник энергии незадействованный. Закон сохранения энергии. Да, мы можем, да, действительно, да. Да, конечно, когда тяжело в горах или еще где-нибудь, он мне помогает, конечно. Он мне помогает, упорством, силой дает. Но в жизни, конечно, лучше быть помягче и быть более мудрее. Мы говорили о фото, о фотографиях, и я сейчас вспомнил о том, что, будучи у тебя в офисе, увидел такую, тоже, на мой взгляд, интересную фотографию, которую лично у меня, я тут буду говорить в лицо тебе, что это… Я тогда в этот момент испытал чувство гордости, когда там, по-моему, в актовом зале МГУ сидит ректор МГУ, слева сидишь ты, а справа сидит Стив Возняк. И я был, конечно, поражен, как это так, наш земляк находится рядом с основателем сегодня Apple, но Стива Джобса уже нету. Я понимаю, что остался только Возняк. Как эта фотография? Расскажи, пожалуйста, историю этого. Ну, нам, когда мы только начинали нашу кампанию, мы хотели сделать мероприятие, которое бы, во-первых, нас распиарило раз, а второе, чтобы мне давно хотелось сказать молодёжи, что не надо сидеть ровно. Ну, то, что наши студенты вот тут ходят, учатся. Я, говорит, поучусь, потом выйду в жизнь и там начну что-то делать. Я говорю, ну, жизнь-то она так быстро идёт сейчас, особенно айтишному студенту, да, нельзя так жить. Но одно дело, когда ты говоришь, другое дело, когда большой человек скажет. Это, кстати, очень важно, кто говорит. Одну и ту же фразу можно сказать другой. И поэтому мы говорим, вот есть кумиры, которым люди верят. Важность этих людей состоит в том, что он берёт на себя ответственность сказать. И ему верят. И у нас была возможность, я участвовал в конференции в Сан-Франциско, была возможность пригласить Стива Возника. Выяснилось, что он вполне себе открытый человек. Мы договорились. Он думал, что он приедет, как в Америке выступает, в университетах, и всё будет хорошо, легко и просто. Он поговорит. Но у нас-то всё не так. У нас Московский университет. Он, когда приехал в Московский университет, он говорит, я что, здесь буду выступать? Потом, когда он зашёл, а у нас актовый зал МГУ, 2500 человек, бархат, красные флаги, Ленин, вообще так далее. Он говорит, так, надо посидеть. Потому, что не ожидал таких. Ректор МГУ, всё так далее. Телеканалы, пресс-вол, всё такое. Мне было, конечно, очень приятно с ним познакомиться, пообщаться, сделать селфи и так далее. Задавать ему вопросы. Ты говорил, что ты буквально был его скорсоводом в Москве. Просто, действительно, он рассказал как раз о будущих профессиях, о судьбе людей, о том, что надо действительно пробовать и так далее. Вот ещё раз повторю. И он говорил, я всегда говорю молодёжи, что у молодёжи есть очень большая такая привилегия перед нами. Не то, что они молодые, здоровые и так далее. У них есть привилегии делать ошибки. Вот не надо сесть ровно. Надо просто попробовать сделать ошибки. Никто его не осудит. Если он сфейлится, никто ему не скажет, что ты такой. Если я, например, сфейлюсь, у меня 100 человек, 100 семей. Вот это большая ответственность за детей, за всех. А ты маленький человек ещё. У тебя куча планов, идей. Не пробуй? Пробуй. Никто. Тем более, что сейчас действительно есть возможности для молодых предпринимателей. Иди в Сколково, иди в Бортника. Просто-напросто нужно заполнить какие-то анкеты. Уметь сказать, что ты хочешь сделать. Зачем тебе нужны деньги? Некоторые говорят, я не могу, мне лень писать эти бумажки. Ну, так миру устроен, что никто тебе не даст денег, если ты, извините, потрудиться не хочешь объяснить людям, зачем. Есть такие люди. Вот поэтому молодежи нужно, я говорю, что возьмите... Одному человеку тяжело. Ну, возьмите, друзья, один может хорошо писать бумажки. Другой как раз носитель идеи. И так далее. Ну, соединяйтесь. Нужно соединить людей. Ты делайте, и наоборот, я знаю, эти фонды, они только ищут, куда бы вложить деньги, в какие интересные проекты вложить деньги. Ну, я надеюсь, что наш с тобой разговор сегодняшний, он вдохновит молодежь на то, чтобы совершать ошибки. Молодежь вообще... Да, я хочу сказать, что у меня вот есть идея здесь сделать один из филиалов нашей компании. Поддержку баз данных. Вот инженер поддержки, инженер поддержки начинающий, он будет получать деньги такие, что это в несколько раз больше, чем вот здесь хорошо люди зарабатывают. Инженер поддержки. Я давно с этой идеей нашусь, но сейчас мы подошли к уровню, к моменту, когда у нас все формализовано. У нас имеются курсы, они бесплатные. У нас имеется сертификация. То есть, у нас имеются учебники. Учись, сдавай на сертификацию. Давайте делать компанию здесь. Не компанию, просто я возьму филиал сделать. Будет человек жить в родном городе, получать зарплату выше средней, в 2-3 раза выше средней, чем здесь. И заниматься, работать с крупнейшими системами, федеральной системой России. Поддержку осуществлять. При этом имеется возможность расти. То есть, ты не просто сидишь вот так на одном месте. Нет, ты растешь, становишься старшим, темлидом, еще что-то такое. И для этого особых таких... Для этого нужно всего лишь навсего инвестировать свое время. Это твое время, твое время. Никто за тебя не инвестирует ничто. Тебя самого не сможет. Ты только сам можешь сказать, что я хочу. Сел за месяц, изучил, они все доступны на ютюбе. За месяц изучил эти курсы. Сдал. Вот я давно ищу, все-таки надеюсь, что мы сможем с КГУ как-то сотрудничать. Чтобы наши курсы, которые мы разработали для университетов... У нас есть два курса по технологиям баз данных и по языку из КГУ. Просто преподавать в КГУ. Чтобы там воспитывались люди, как раз резерв не только для нашей компании, но и для проектов федеральных, где наша база данных используется. То есть, наша база данных используется в большом количестве проектов. И это только начало. То есть, востребованность специалистов, она есть. Пусть КГУ этих специалистов выпускает. Ну, будем считать, что это как раз обращение твое прямое. Я обращался к ректору, обращался к проектору. Мы туда ходили, мы говорили. Но, к сожалению, ничего не получилось до сих пор. Я не знаю, что еще делать. Но это сейчас как раз наша передача еще раз выступит драйвером к тому, чтобы этот процесс актуализировался. Я вообще хочу сказать, что когда я впервые себе сказал, что я калмык, нормально, я себя почувствовал гораздо шире, сильнее. Потому, что когда на тебя смотрят, ты не русский какой-то и так далее. И ты говоришь... Ну, я говорю на хорошем русском языке. Все воспринимают меня как бы русскоязычный. Рафинированный. Да. А когда ты говоришь жестко, я калмык. Я калмык. Я из Элисты. У меня кровь калмыцкая. Ты себя чувствуешь нормально. И у меня друзья, они знают калмыков по мне. То есть, они судят про калмыков. Некоторые вообще, говорю, в Непале, они верят, когда я попал в такие отдаленные места, где люди вообще русских не видели совсем. Они думают, что теперь все русские это такие, как я. То есть, меня снимали, видео фотографировали. Я говорю, нет, я не русский, я из России. Я говорю калмык. Многие считают, что калмыки это такие высокие, с длинными волосами и так далее. Ну, я говорю, хорошо. Я чувствую себя гораздо свободнее. И калмыцкий чай у меня друзья пьют. Не, на самом деле я хочу сказать, что мы как раз находимся в такой момент, когда, мне кажется, мы формируем сегодня калмыка. Потому что, допустим, японец. Вот какая ассоциация возникает? Человек тонкий, деликатный, стройный и так далее. Любая нация вызывает какую-то ассоциацию. И я думаю, сегодня, раньше можно было сказать, что это скотовод, кочевник. Нет, сейчас мы должны говорить уже о духовном, интеллектуальном, о духовной и интеллектуальной стороне нашего. Да, скотоводство, это наше мясо, да, это тоже наше все, конечно. Но технологии так скакнули вперед, что там людей не прокормишь на скотоводстве. Там не нужно много людей. Почему люди из районов переезжают в город? Потому что и никто с голоду не умирает. Потому что не нужно столько на деревьях людей. Да, это не то, что тенденция, которая калмыкия, это во всем мире так, что в сельском хозяйстве очень мало людей знают. Мы должны дать, у нас калмыки, нас мало, мы должны выбрать ту технологию, которая нам позволит использовать максимально наши особенности. Я хочу сказать, у нас столько брендов, которыми мы не пользуемся. Начиная вот сегодня, ты упоминал, это калмыцкий чай, это наше мраморное, это калмыцкое мясо. Очень много сегодня, то, что калмыкия имеет очень высокий уровень образования, я могу сказать, это тоже бренд. Уровень образования, надо идти в искусственный интеллект, надо заниматься системными технологиями. Понимаете, создавать такие условия для людей. Причем сначала нужно просто вырастить примеры. Ну, я хочу сказать, что ты являешься примером. Я уже старый пример, говорят. Нет другого. Нужно взять молодых ребят и из них вырастить. Вот мы этим и пытаемся заниматься. Люди поняли, что все, как говорится, возможно. Вот все возможно. Я говорю, вот у меня прошедший весь тернистый путь всего, да, я четко знаю, что все зависит только от человека. Я хочу повторить, что если то, что ты калмыка, это твое конкурентное преимущество. Конкурентное преимущество, да. Абсолютно четко. Что мы вот этой передачей, да, вот мы говорим, да, чтобы люди видели, что есть люди на самом деле, которым ты можешь прийти, и они помогут. Помогут. Вот. Если ко мне придет калмык, который скажет, что я изучил ваши курсы, я хочу работать в этой компании, я скажу, приходи. Приходи. Вот как раз у него это будет конкурентное преимущество в том, что он калмык перед другими. Проблема в том, что, ну, я же не могу давать ему преференции только потому, что калмык уложил знания. Знания, естественно, да. То есть, мы как раз, ну, как бы, в нации, в которой, ну, которая ценит прямоту, да, и честность, ну, как бы. Абсолютно. Иначе мы бы не выжили бы, да. А вот эти подковерные интриги там и так далее, они, конечно, сейчас уже развились, но это нам не присуще. Нет, не присуще. Когда ты начинаешь подковерным интригом заниматься, ты теряешь себя. Вот я в своей работе, например, мне повезло, что у меня команда, да, так сказать. Вот. Я иду туда, где надо вот прям людям сказать правду, да, и поднять их. Но когда надо идти вот к называемой GR, да, там, разговоры, переговоры, я туда стараюсь не ходить. Потому, что я скажу прямо этому министру, да. Это может быть не очень хорошо, да, но у нас есть другие люди для этого, да. Но, ну, просто в Калмыкии мы не такие. Зачем я себя буду портить, там, притворяться, да, еще и так далее. Вот здесь я говорю, что давайте делать в Калмыкии, вот, что я могу сделать. Я не хожу на демонстрации, не хожу на эти, на баррикады. Не потому, что я это, скажем, не поддерживаю. У меня есть свое мнение, да. Да, но просто я считаю, что у меня нет времени и возможности быть в курсе. Я не хочу быть, как бы, ну, то есть, я хочу принимать осознанное решение. Чтобы, например, поддерживать того или не того, я как человек ученый, да, науки, мне нужно перелопатить кучу информации, собрать и так далее. Но у меня нет такого времени. Поэтому я говорю, я буду лучше делать то, что я лучше себя могу. Заниматься базами надо. Это тоже очень важно и полезно. Есть люди, которые живут в этом мире. В мире интриг, в мире власти и так далее. Они разбираются в этих подковерных играх, да. Выборы, выборы. Ну, пусть они этим занимаются. То есть, это, ну, как бы, каждый своим занимается. Ну, я считаю, что вот сейчас много идет разговоров о поисках точек роста Калмыкии. Я думаю, что ты и твоя компания, как раз это одна из точек роста, которая может быть для республики сыграть колоссальную роль. Лично ты, в частности. Ну, я буду, может быть, как пример, например, да. Но я бы сказал бы, что, скажем, будущее – это, конечно, это информационная безопасность. То есть, что вот можно развивать в Калмыкии, да. То есть, специалисты по информационной безопасности. Это будущее. Потому, что вся наша цифра, наша жизнь в цифре и безопасность – это надо делать. То есть, нужно школьникам уже рассказывать старшеклассникам, что такое данные, как бережно к нему надо относиться и так далее, и так далее. Я сейчас, кстати, у себя в компании вот начал уже разговор о том, что нужно создавать курс для старшеклассников уже про данные. Потому, что действительно, береги честь с молодым. Если ты молодым не научился пользоваться своими данными, не раскидываешь фотографии свои по сторонам и так далее, тебе это аукнется потом. То есть, нужно уже сейчас понимать, что это такое. Они же всех, что, селфятся, кидаются там. Ну, молодые люди там. Я хочу сказать пример твоей работы и твоей деятельности. Он как раз уже запечатлен, по-моему, благодаря я отчасти той встрече, которая когда-то состоялась с Босси и создателями учебника калмыцкого языка для, по-моему, пятого класса. Как раз ты там вошел в этот учебник. Да, я детям показываю. Вот в учебнике там есть... Калмыцкого языка. Да, да. Нет, знаете, вообще... Ну, вот эта закладка идет как раз там уже. Это очень важно, да. Да, когда вот приходит время, когда ты увидел врата вечности, ну, я для себя назвал, то есть, я вот в своем возрасте уже увидел, ну, как бы, не то чтобы исход, а вижу просто, как бы, коридор свой, как я должен развиваться. И ты понимаешь, что от тебя останется только имя. Только имя. И ты хочешь, чтобы твое имя, вот твои дети, да, могли говорить, что вот мой папа, да, он сделал это. Мой папа сделал это. Он был так вот... Только этого. Не то, что ты заработал миллион рублей, там, или еще что-то такое. Ну, в колумбасском языке это звучит как ныряндуудуха. Ныряндуудуха, и вот в этом понятии нет ничего эгоистического, эгоистичного. Я не знаю, как это перевести, но некоторые там прославятся, это не совсем прославятся, а именно ныряндуудуха. Нет, оставить имя. Да, это оставить имя. Прославиться одна только часть, как говорится, всего. Это она, ну, я не знаю там. Но вот я могу сказать, что я уже что-то сделал, да, что мои, скажем, мои дети могут гордиться, например. Это мне очень хорошо. То есть, я знаю, что там моя старшая дочь в школе, она, когда раз говорят там, кто твой родитель, и так далее, да, у меня дочь говорит, что... А мой папа астроном, все сразу, ба-а-а, ни у кого нет папы астронома. Папа ходит в горы, Гималайя, там. Или когда мы с детьми гуляем по Москве, и к нам подходят совершенно незнакомые люди, незнакомые люди. Они подходят, знаете, как ко мне, они здороваются, говорят, спасибо вам. Они ко мне при детях, у меня внутри прямо сердце вливается. Они благодарят меня за мою деятельность, за базу данных. Они пользуются. И это неоднократно, дети видят. Вот, в разных городах мы ездим, да, ко мне подходят. Ну, наверное, потому что меня, наверное, лучше, ну, я так, запоминается лицо, да, и так далее. То есть, меня узнают. Я не говорю про Непал, Непаль все знают. Ну, я хотел бы завершения, наверное, нашего разговора, чтобы ты обратился, ну, в первую очередь, конечно, молодежи, вообще, к нашим землякам о том, что есть ли вообще у нас будущее, как калмыков вообще. Потому что некоторые, вот я со многими после нашей передачи встречаюсь, и ко мне подходят люди тоже незнакомые. И есть такое мнение о том, что, ну вот, давайте смиримся, может быть, и не будем уже, мы уже ассимилировали, и вот давайте будем уже, как бы, ассимилировать, будем, как бы, без этих страданий и воплей. С чем я не согласен абсолютно, что бы ты сказал и пожелал бы нашим зрителям. Ну, это очень такое, значит, как бы, знаете, пожелание говорить, это очень ответственно. Свою мысль так скажу. Единственное, я могу сказать, что действительно, да, что на своем собственном примере, да, на своей собственной жизни я понял, что быть калмыком очень важно, очень важно. И лучше это осознать, когда ты молодой и сильный, да, чем ты потом осознаешь, значит. Но уже сделать ничего не можешь. Мне повезло, что я осознал, когда еще в силе, я могу что-то сделать, помочь и так далее, да, могу что-то исправить. Может быть, я еще все-таки изучу калмыцкий язык и буду говорить сочно, хорошо на калмыцком языке. Это было бы вообще прекрасно. Но пока я не могу понять, как в моей жизни это все соединить, вот я хотел бы, что я хотел бы, план для себя, могу сказать, план для себя. Вот это серьезно. Если бы план для себя, я бы хотел бы что? Во-первых, чтобы у меня был бы этот разговорник. Во-вторых, я хотел бы, чтобы это у меня было озвучено на Ютьюбе. Что не просто там я читал, а просто, скажем, Гена Корнеев или тот человек с хорошим языком это наговорил. Чтобы утром, готовя калмыцкий чай, я вся жизнь как? Вся в Ютьюбе и в сервере. Вот он у меня там крутится, я варю калмыцкий чай. И мне хороший, сочный голос говорил бы, что-то рассказывал. И я бы запоминал, и тоже говорил. Потому, что оно уже в подсознание входит. Я как бы с ним мог общаться, да? Вот. Сказки. Вот я говорил. Я уже, вторая попытка. Нет калмыцких аудиосказок. Что мы говорим про калмыцкий язык, если мы наших детей не можем им дать поставить? Пусть это будет калмыцкая сказка. Пусть она будет сначала на русском языке, но она будет калмыцкая. Пусть она будет на двух языках, да? Чтобы можно было как-то делать. Но когда я укладываю ребенка спать, это же мило дело поставить ему сказочку. Или саму прочитать. А этих калмыцких сказок я накопал в разных там букинистах, разных там этих мешок, там ордита. У меня вот такая пачка, эти книжечки. Там такие сказки, я вообще про них не слышал. Никто даже, ну я как бы не знаю вообще, как их прочитать, как их озвучить. Вот вы занимаетесь же озвучкой, да? Вот вы, вас гахт озвучивал, спиваков, да? Нельзя найти диктора Телевиния. Мы это сделаем, мы это обсудили. Я думаю, что вот в результате нашей встречи, я думаю... Чтобы это было достоянием народа, да? Просто мы отдали, и пусть молодежь делает приложение там, предустанавливает, не знаю, на смартфоны. Чтобы можно было кнопку нажать, и у тебя калмыцкий язык прозвучал. Просто хороший калмыцкий язык прозвучал. Вот, когда вы делаете, кстати, передачи, вы много времени тратите иногда калмыцко-русский перевод. Говорится о калмыцком, потом на русском. А можно говорить на калмыцком, а внизу подсрочник, чтобы был. Там же можешь включить подсрочник. Больше по месяцу, а при этом ты заодно... Ну, можно подождествить. Калмыцкий и тут же русский. И это может быть как один самоучитель такой. Потому что сейчас действительно часто ты включаешь просто канал. Вот я подписан на канал. Включаю канал и слушаю. Очень хорошо бы сделать в канале под канал, не знаю, как будет. Вот культура, там вот политика. Вот я включил и идет. Вот там, как Гена выступал по этим, матемологию, происхождению калмыцких имен. Передача, она заодно идешь. И ты вот что-то делаешь, она идет. О, услышал имя так. О, как интересно. То есть, современная жизнь, особенно занятого человека, она состоит в том, что у тебя нет длинного кванта времени. Ну, знаете, то есть, я не могу выделить три часа и заниматься только этим. Современная жизнь так устроена, что мы как вот мы бегаем между вкладками в браузере. Вот и вот нужно, соответственно, людям помогать это, то есть, подкасты. Вот вас надо превратить в подкасты. Чтобы вы были, чтобы можно было в любом поисковом поисковике в подкасте написать калмыцкий язык. И сразу вываливается. И ты едешь на машине, включил, и ты слушаешь. Потому, что времени нет заниматься. Вот сейчас я зайду, найду, введу поиск, найду, запущу. Это долго. Жизнь так сейчас сжата, что если ты упускаешь, знаешь, если вы заходите в магазин, а если он там долго грузится, ты говоришь, ну, пошел в другой магазин. Счет идет на секунды. И надо делать так, чтобы все эти образовательные ресурсы, все эти материалы, да, они были доступны именно в таком формате. Быстро. То же самое я говорил уже про помощь. Вот у тебя есть деньги, да, ты хочешь помочь. Сейчас я не знаю, куда мне одевать. Кому обращаться? И не потому, что я кому-то не доверяю. Просто я должен... Иногда надо дать деньги, да, в то место, в котором ты понимаешь, на что они пошли. Ты можешь объяснить налоговой, что эти деньги пошли туда-то и так далее. А просто так, ну, как бы, вот, частные пожертвования много не соберешь. Если я говорил, сделать вот на вашем сайте, сделать большую зеленую кнопку, Сибербанковский, например. Ты, проходя мимо, идешь, кнопку нажал, тысяча рублей. Рядом другая кнопка, пять тысяч рублей, красная. Все. Я уверен, что много людей будет просто это делать. Сейчас, если я начну сейчас вводить реквизиты, что-то там делать, ну, нет народа времени этого. Нет. То есть, как-то приблизить деятельность, вот эту все деятельность, к тем людям, для которых мы это делаем. Не для себя мы же делаем, да, не для себя. Для себя, вот, Гена, вот, такие люди, как Гена, как вы, вы занимаетесь серьезно, фундаментально и так далее. Понимаете? Вы можете сесть там и часами об этом заниматься. Обычный человек, он бегает. Надо для него дать. Ну, и вот, начиная от детей, да, и кончая вот студентами там и так далее. Для студента я просто готов вот что-то сделать. Для детей я тоже вот, у меня растут маленькие дети. Я говорил, что я готов вот, чтобы эти сказки записались, да? Ну, запишем сказки. Я дам эти деньги, понимаете? Не, ну, просто, чтобы это было удобно. Да. Не просто. И отдать в пользование. Дальше, возможно, найдутся люди, которые напишут целое приложение халмыцкой сказки. Как сказать халмыцкой сказки? Халмыцкой сказки. Халмыцкой. Халмыцкой, да. Сделать приложение такое. И оно будет у каждого родителя просто быть. А оно сейчас есть? Нет. А почему нет? Потому что самих сказок нет. Ну, вот сейчас рождается такой запрос, и я думаю... Ну, запрос, он просто, я говорю, запрос, он родился просто из моих практических вещей. Вот свой план на изучение коломыцкого языка, вот такой. Из таких вещей практических. Когда я смогу со своими детьми сказать доброе утро, пойдемте пить коломыцкий чай, чистите зубы, собирайте школу, там, и так далее. Тогда я могу приехать и буду уже разговаривать здесь. На обычные темы. Хорошо, Олег. Спасибо, что ты откликнулся на нашу просьбу о том, чтобы побеседовать. Ни в коем случае, когда мы с тобой говорили, что мы тут сели два и тут вещаем. Вот вы так делаете. Просто я хотел бы сказать зрителям, что это наш разговор. Я думаю, он был полезным или интересным для наших слушателей. В конце передачи я хотел бы подарить тебе нашу книгу. Я к этой книге давно шел. Мы ее издали, я уже не помню, в каком году. Она называется «Вселенная в одном атоме», все-таки ты астроном. И я когда увидел ее на английском языке, я себе поставил задачу издать. Мы взяли авторские права, очень сложно все это делалось. Там перевод. Несколько людей принимало участие. Я научным консультантом выступил доктор физико-математических наук, может быть, ты знаешь, Давид Никитович Санжиев. Это вот сын нашего известного скульптора Никита Молдановича. Вот эта книга. Я хочу сказать, как-то его святейство сказал, что те люди, которым, ну, как минимум нравится смотреть на звездное небо и кто увлекается астрономией, а я думаю, астрономия вообще имеет очень глубокий корень. И для меня абсолютно это очевидный факт, астрономия. И потому что у нас были астрологи, и были факультеты изучения астрономии, так скажем, в калмунских хуруах. Это были отдельные факультеты. И я хочу сказать, когда я впервые услышал Абхидхарма, есть такой текст, составленный в Асупанху Абхидхарма. Это учение о космологической модели строения вселенной в том числе. И когда я встретился с человеком таким, как Андрей Чемидович Басханжиев, который это цитировал наизусть на калмунском языке, я впервые услышал понятие на калмунском языке, понятие атом. Очень красивое название, хумкинтосн. И это тогда еще, это понятие атома существовало тогда. Как перевести? Хумкинтосн. Мне сложно на русский перевести. Вот это понятие, оно соответствует понятию, даже есть там конечные размеры. То есть, если взять волосок зайца, поделить ее на сколько частей, то это будет от размера атома. И это на калмунском языке частей. Давайте разделим. Я поэтому с большим удовольствием книгу Далаламы дарю. Она называется «Вселенная в одном атоме». Я думаю, она тебе будет интересна и полезна. Спасибо большое. Я хотел бы обратиться к зрителям. В первой передаче, в нашем пилотном проекте, я говорил о том, что мы подарим две книги тому, кто задаст на наш взгляд, интересный вопрос. Там в комментариях больше было откликов, но вопросов не прозвучало. Там был один комментарий от Алексея Наранова. И вот Алексею Наранову мы хотели, мы хотим вручить книгу на Шадхарму Александра Ивановича Лиджинова. А вот в конце передачи, которую мы сейчас сняли с Олегом Бартуновым, также я хочу сказать, что человеку, который задаст Олегу или мне интересный вопрос, мы подали вот эту книгу, выпущенную нашим издателем «Вселенная в одном атоме», автор его святейства Даллама. Ждем ваших вопросов, ждем ваших откликов. И еще я хотел бы повторить о том, что этот проект «Сильнее власти» абсолютно ни с кем не конкурирует. Я обращусь к зрителям с таким призывом, что мы должны оказаться сильнее власти обстоятельств, сильнее власти жизненных каких-то ситуаций, проявлять твердость духа и уверенность в своих силах и быть сильнее вот этих всех вещей. Я хочу повторить, что вот материал, снятые материалы вот этих передач, они абсолютно открыты и принадлежат не только каналу «Замом Мэйн», но и всем. Если все, кто обратятся к Максиму, я с ним переговорил, он готов предоставить. Чем больше людей узнает и чем больше людей заинтересуется теми вопросами, которые мы поднимаем здесь, на мой взгляд, будет лучше, и я думаю, что абсолютно нет желания только эксклюзив держать только на задней. Ждем ваших предложений. С вами Эдебиатни. Все.